Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Раиса Сильвестрова, директор крепости. И хочу рассказать вкратце о жизни в нашем Судаке и вообще о достопримечательности нашего города. Наш город Судак полон жизни, и наши музеи также являются мёртвыми. Они предназначены не только для посещения. В этом году мы проводили фестивали, используя формат живых музеев. Мы стараемся пробудить живой интерес к истории, мифологии, этнографии регионов. В прямом смысле увлекать туристов в создание единого творческого пространства для возрождения традиций. Сейчас очень важно пориентировать интересы целевой аудитории из сферы развлечений, в сферу познания и творчества. Реализация проектов исторической реконструкции, возрождение ремесел, обновление музейных фондов, исследовательские работы, сотрудничество и тесная взаимосвязь с художниками, артистами, спортсменами, организаторами. Эти цели совпадают с нашими. Наш вариант развития. Также акции мы провели в этом году уже, начиная с Нового года, встречи Нового года, проводы Нового года, Масленица, Ночь в музее, а также Сурушки-гости. Это варианты реализации нашей стратегии, а точнее первые шаги в этом направлении. Организована в мае акция Ночь музеев на Ночи Функа. Это наше подведомственное подразделение, Судакский исторический музей. Было открытие Таракташской выставки. Желающие могли бесплатно посетить выставку. Экскурсоводы в нарядах разных эпох проводили по залам музея, познакомили всех присутствующих с экспонатами экспозиции. Во втором блоке экскурсоводы в военной форме представили фотовыставку, посвященную городу Судаку в период Великой Отечественной войны. Демонстрировались редкие фотографии и экспонаты. Также книги. В развлекательной программе выступили судакские поэты, клубок и Мирия со стихами военной тематики, звучали мелодии военных лет, исполнение местных, также студно... Этот, как его? Правильно. Квартет. С Ялты приезжали к нам. Вот. Академия классики. Гости активно принимали участие в программе, исполняли песни, читали свои стихи, а также известных авторов о войне. Состоялось зажжение свечей памяти, фестиваль «Сурожские гости». Вот. Порадовал гостей возможностью принять участие в мастер-классах. По таким видам искусства, ремесел, как, допустим, гончарные, кузнечные, набивка на тканях. Вот. Изготовление народных свистулек, игра на окарине, ну, плетение там ловцов снов, выжигание по дереву, очень интересные местные умельцы, роспись судакского сувенира. Также участвовало в фаер-шоу. Появились у нас уже ребята, которые молодые ходулисты, хождение на ходулях. Ну, и не только. Также выступление народных, был как, ну, народных коллективов. Лауреаты конкурса Шендерёва, профессионально-студийного квартета, исполняли авторские песни. Также были очень много местных ребят, которые заинтересованы в развитии города и вообще помогали оживить историю. Это Йоли Сахно, Эдуард Гуторов, Святозар Евдокимов. Также, ну, вот, очень интересно, хочу сказать, что очень интересно исполнял, мастер исполнял восхитительные трели на окарине Рустем Джимилов, чтобы не ошибиться, который ну, преподал нам хороший урок, вообще собирал деток, очень интересно было всем окружающим. Ну, конечно, следует добавить, что мы начали именно с мёртвого сезона в Судаке, ну, так как ну, сознаём актуальность творческого и субъективного туризма. А нам хочется воплощать наши планы, продемонстрировать их эффективность, что мы можем людям рассказать, показать. Мы старались привлекать местных мастеров и артистов, вот, и позволили им обмениваться опытом с приглашёнными. На фестивале образовалась сплочённая семья с урожан. Видео, которое мы продемонстрируем в рамках вебинара, покажет вам некоторые радостные моменты, события, которые нам удалось размножить. я думаю, вы сейчас посмотрите, увидите на наших видеороликах все, так сказать, наши начинания. Хотелось бы, чтобы люди, которые будут посещать наш Судак, понимали, что Генуэзская крепость — это не просто каменные своды, что здесь будут проводиться в фестивале «Пяти эпох». Мы сейчас будем проводить... Что случилось? Видео запустилось почему-то. Не знаю. Извините, слышно? Слышно? Я не поняла, что-то запищало. Да, да, продолжайте. Также хотелось немножечко рассказать о нашем крае. Практически судакская история, она начинается от неандертальцев и до нашего времени. Практически нашу землю, Крымский полуостров, был заселен неандертальцем и еще более 100 тысяч лет тому назад. Также 40 тысяч лет назад на нашей земле появляются кроманьонцы. Потихоньку симилируют в районе Королобы есть, были, вернее, найдены перезахоронения, свидетельствовалось о том, что там было перезахоронение кроманьонское. Также хочу сказать, что в начале пятого века судакскую землю. Можно мне ссылку в ваш электронный адрес выслать, я вам вышлю ссылку не поняла. Что вы говорите? Это не вы. Продолжайте, извините, это у нас. Так, я поближе к истории, хотела вкратце быстренько вам рассказать, что вы понимали, что есть интерес приезжать к нам в судак и это будет очень интересно всем посмотреть на наши горы. Также хочу сказать, что судакский исторический музей, который находится в даче Функа, он и показывает все периодизации народного и народности, которые либо когда-либо проживали на нашей земле. Геродот в пятом веке еще описывал историю, он считается отцом истории, описывал историю судака, написал пять книг историю судака. Сейчас вы, я так вижу, что вы сейчас видите Таракташскую выставку, которую мы только открыли, это экземпляры очень редкие, были найдены в нашей местности возле горы Таракташ, как гребешок по-теперешнему, правильно, не знаю, как называют в даче. Также хочу сказать, что по поводу истории суда... Боже, хорошо, спутал, извиняюсь. Так, поехали дальше. Значит, Геродот, Кемерия, кемерийцы уходят с полуострова под натиском скифов, скифы, Геродот описывал, что находились в степных районах, в прибрежных районах Греки построили первый город Афинеон в нашей местности от Судака и до Кутлак. Кутлак теперешняя деревня Веселая в этой местности и под водой, когда мы погружались под воду, мы еще состоим, так сказать, подводные археологи, мы ведем раскопки под водой. В Новом Свете у нас планы на 16-й год открытие музея подводной археологии, там кораблекрушение Лемен-Кале. В прошлом году, 15 лет ведутся, так сказать, раскопки, и в прошлом году был найден 13-й корабль, с которого было очень много поднято экспонатов, которые будут в этом году, в конце сентября, выставлены в даче Фомка. Вот, сейчас готовится экспозиция и реставрируются экспонаты. Также в этом году будет экспедиция, чтобы доделать, доделать полностью, полностью, доделать всю выставку. Вот, вы видите сейчас на картинках наших экскурсоводов, которые костюмированно проводили экскурсии. Вот, хочу сказать, что план на 16-й год также, чтобы открыть для вас, для всех, чтобы вы могли посещать. Те, кто не может погружаться под воду, тем мы сделаем просто, там есть такой камень, на нем мы будем делать зал, который из-под воды камеры будут транслировать наверх, и кто не может одевать акваланги и опускаться под воду, тем смогут просто подняться в музей и посмотреть, как там происходит экскурсия, как ведутся раскопки, какие экспонаты там находятся. Еще хочу добавить, что мы сейчас сделаем совместно с географическим обществом, мы делаем искусственные рифы в районе Нового Света, в районе Меганома, ну и также опускаем для искусственных рифов самолет, по-моему, вагоны там, ну для того, чтобы оно когда обрастет, будет очень интересно, для посетителей, которые, чтобы и для флоры, так сказать, эти фауны, потому что мидия не может расти на голых, сами понимаете, на голом песке, им надо к чему-то зацепиться, так, по-простому. Хочу сказать еще, что касается истории судака, также, чтобы ваши экскурсоводы обратили внимание, когда будут набирать группы, что у нас именно связано с нашей крепостью 15 периодизаций, которые мы в этом году, как бы, пять мы оживим во время сезона, июль, август, сентябрь. Что касается вокруг гор, так, Алчак, это где был старый мужской монастырь, где собиралась вода, которая по трубам подавалась на генуэзскую крепость. Называется она генуэзская не потому, что там так кому-то захотелось. Ее аланы заложили в 212 году, это первые были источники в Синоксаре, было прописано в Синоксаре, что в 212 это такой краткорукописный сборник жития святых, в котором записывали священники события, кто родился, кто крестился, какого рода племени, все там было прописано. И вот первые записи, что Судак существует, ну так и потому от этого и числяется как бы 1800, так сказать, летие было. 2 года назад в 12-м году. Но хочу сказать, что если копнуть в историю, так у нас очень много интересного и скифского периода, греческого периода, очень много связано с Боспорским царством. Также мы в этом году на крепости открыли музей нумизматики. Очень интересные экземпляры, редкие, очень редкие, даже монет, которые вот именно Боспорского царства. и разных других, но хочу заметить, что именно обращаю ваше внимание на, так сказать, на именно Боспорское царство, начиная с греческого периода. Очень много интересного и окрестности, и жители будут очень рады приветствовать всех посетителей нашего полуострова. мы все ждем и надеемся, так сказать, на сотрудничество с всеми вами. Вот, знайте, что мы доступны до общения, мы рады вас видеть. Все есть экскурсоводы, которые у нас очень изумительные люди, которые знают каждый клочок своей родной земли, и все вам расскажут, и познакомят вас с каждым камешком, который у нас. Вы можете просто идти и находить экспонаты просто в процессе экскурсии. Насколько богата наша земля, так сказать, историческими событиями. И еще хотелось бы, конечно, сказать, что у нас в планах для ваших всего, так сказать, для удобства, для удобства, вот, извините, что немножечко заикаюсь, просто раньше был деловой украинский, я подбираю жестко слова российские, мне как бы немножечко хромает деловой язык, но простите. Хочу сказать еще, что мы планируем в этом году начать, на следующий год сделать, чтобы просто с исторического Сударского исторического музея, с дачи функа причала, сделать эскалаторную лестницу, которая будет поднимать экскурсантов с музея Нижнего на музей Верхний, так сказать, и они будут не так тратить время, это будет им интересно посмотреть с высоты, и практически, да, практически портовую часть, есть разрешение, что мы сможем туда суденышко небольшие, что будут подходить, и как старину подниматься, и все будет очень интересно, так что я вас еще раз очередной раз приглашаю всех к нам в судак, чтобы вы понимали, что мы будем рады всем, и будем стараться рассказывать и показывать всю нашу красоту и широту души и земли, которая у нас здесь, вот, так, чтобы еще такого ничего не упустить, то, что касается именно, я хотела добавить немножечко по поводу то, что у нас в комплексе, так сказать, судакской крепости, я ее называю судакской, потому что из-за периодизации, чтобы вы понимали, у нас еще немецкая кирха, это время, так сказать, с 1873, когда Катерина присоединила Крым к Российской империи, и начала сюда призывать все умы России и Германии для поднятия Крыма, была построена кирха, она у нас находится недалеко, она во владениях судакской крепости, запланирована реставрация, ну, само здание с виду сверху очень интересное, вот, и такое вот для всех, мы сделаем реставрацию в 16-е годов, если будет все нормально, вот, мы надеемся, что мы сделаем, чтобы открыть, чтобы там еще и пошли службы, также в нашем, здесь в нашем комплексе у нас 59 именно разных точек судакской крепости, есть две небольших церквушки, конца 10-го, начала 11-го века, это 12 апостолов находятся в районе портовой части, также Проскевушка, Проскевушка находится рядом с нашей, так сказать, кирхой, вот, что еще, чтобы такое не упустить и вам подсказать, много чего интересно, также Алчак и все, здесь все, Корула Ба, там есть очень много и Таврского периода, также в Новом Свете у нас тропа Голицына, очень известная тропа Голицына, очень интересные гроты, грот Шаляпина, очень много, так сказать, есть что посмотреть, так что будем рады вас видеть здесь, хотим так, хотим вас еще раз пригласить, я хочу дать слово Анастасии Шалаевой, вот, спасибо за внимание.